Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! Я вас приветствую в начале этого субботнего дня и хочу пожелать всем вам, чтобы Божий мир и Его благословение пребывали с вами в этот святой день. Мы продолжаем вместе изучать Священное Писание, исследовать книгу пророка Даниила. Сегодня мы обратимся с вами к третьей главе этой книги. Очень интересная история, очень поучительная история. Многие ее очень хорошо знают во всех подробностях. История о трех юношах, которые оказались в горящей печи и вышли из этой печи целыми и невредимыми. Сразу хотелось бы сказать, что третья глава книги пророка Даниила, конечно же, является продолжением второй главы. Эта глава рассказывает нам о том, что происходит после того, как царь Навуходоносор видит удивительный сон, который он забывает, который Даниил ему напоминает, и не только напоминает, но и истолковывает по вдохновению свыше, в котором Даниил предсказывает Навуходоносору, что будет происходить на протяжении истории смена царств, смена империй, что Великий Вавилон, представленный золотой головой, будет сменен другой империей, эта империя будет заменена третьей, четвертой и так далее, пока, наконец, в ход человеческой истории не вмешается сам Господь, пока Бог не воздвигнет вечное царство, которое вовеки не разрушится. И вот во второй главе, в третьей главе, в следующей главе, мы читаем, «Царь Навуходоносор повелел сделать золотого идола высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей и поставить его в долине Дура в области Вавилонской. Разослал царь Навуходоносор гонцов, чтобы созвали они сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников и правителей всех областей. Пусть прибудут на освящении идола, которого поставил царь Навуходоносор. И вот собрались сатрапы, градоначальники, наместники, советники, казначеи, судьи, чиновники и правители всех областей на освящении идола, поставленного царем Навуходоносором, и выстроились они перед идолом, которого поставил Навуходоносор. Тогда Глашатый возвестил во всеуслышание, «Мужи из всех народов, племен и языков, выслушайте царское повеление. Как только услышите звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтыри, барабана и других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, воздвигнутому царем Навуходоносор. А кто не падет ниц и не поклонится, того тотчас же бросят в пылающую печь». Поэтому, едва заслышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтыри и других музыкальных инструментов, пали на земли этим уже из всех народов, племен и языков и поклонились золотому идолу, поставленному царем Навуходоносором. Во второй главе описывается сон царя, и в этом сне он видит истукана, он видит идола, состоящего из разных металлов. Голова этого идола из золота, эта голова представляет царство Навуходоносора, представляет величественный Вавилон. И мы видим, что во второй главе сам Навуходоносор уже повелевает сделать истукан, сделать идола и поставить его в огромной долине. И вторая глава завершается тем, сон или видение Навуходоносора завершается тем, что он видит камень, который прилетает, ударяет в ноги этого истукана, разбивает его и сам вырастает, заполняя собой всю землю. И когда Данил истолковывает это видение, он говорит, что сам Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, но будет стоять вечно. Интересно, что здесь, в начале третьей главы, мы читаем о том, что этого идола, этого истукана, из золота, воздвиг Навуходоносор. Здесь те же самые слова используются. Бог Небесный воздвигнет царство, которое будет стоять вечно. Но Навуходоносор царь вместо этого желает воздвигнуть идола, который должен символизировать вечное Вавилонское царство, вечное правление Вавилонского царя. И он говорит о том, чтобы весь этот истукан был сделан из золота целиком, не только голова. Навуходоносор не желает никаких переведений, но Навуходоносор не признает то, что было открыто ему Богом, несмотря на то, что во второй главе он поклонился и признал величие и могущество Бога, которого верил Даниил, который один мог открыть этот сон и его значение. Но тем не менее мы видим, что он желает действовать вопреки Богу. Он не желает признавать тот план, который Богом был открыт ему. Он желает править вечно. И он воздвигает этого золотого истукана. Зачем Навуходоносор делает это? Прежде всего, этот истукан должен был продемонстрировать величие и богатство Вавилонской империи и ее царя. 60 локтей в высоту, почти 30 метров. Этот огромный истукан с 10-этажным домом высотой. Весь сделан из золота. Конечно же, он производил потрясающее впечатление на каждого, кто мог его увидеть. Но не только величие я хотел продемонстрировать здесь Навуходоносор. Посмотрите, кого он собирает на освящение этого идола. Он не собирает туда простых людей. Он собирает начальников народа. Из всех областей Вавилонской империи он собирает сатрапов, градоначальников, наместников, советников и прочих чиновников. Он собирает людей, которые управляли государством. Именно эти люди должны явиться по приказу царя. Эти люди должны поклониться истукану, который демонстрировал незыблемость власти Навуходоносора. Который демонстрировал непреложность этой власти. Эта власть никогда не закончится. Никто не сменит Вавилонского царя на его престоль. И вот это поклонение золотому истукану, воздвигнутому Навуходоносором, должно было продемонстрировать лояльность, верность всех этих правителей из разных областей. Вавилонская империя представляла собой такую большую очень, большое образование, которое состояло из представителей разных народов, покоренных вавилоняны. Естественно, не все эти народы были рады и счастливы тому, что они находятся под власть Вавилона. И поэтому были периодически какие-то возмущения, были какие-то восстания, были попытки отделиться от Вавилонской империи и провозгласить независимость. И одно из таких восстаний, достаточно серьезное, произошло в одиннадцатый год правления Навуходоносора. И возможно, с этим восстанием было связано желание царя привести всех своих подданных, всех правителей разных областей и стран этой огромной империи к присяге. Потому что Навуходоносор видел определенную угрозу единству своей империи. Он видел угрозу благополучию своего царства. И поэтому было важно, чтобы эти люди, собравшись, могли все выразить свое согласие, свое почтение к царю и свою верность ему. Поэтому это была не только религиозная церемония, это была еще и политическая акция. И в те времена религия была неразделима, неразрывно связана с политикой. Интересно, что Навуходоносор не называет имени какого-то конкретного бога. И здесь в третьей главе книги пророка Даниила не говорится, что этот истукан был посвящен или представлял собой какого-то определенного бога из того пантеона, которому поклонялись вавилоняне и прочие народы, входившие в состав этой империи. Здесь этот идол, этот истукан скорее является символом, символом власти и божественного авторитета самого царя. Потому что авторитет царской власти, авторитет монархии, он всегда строился на божественности, на претензии древних царей на божественность, на божественное происхождение. Многие из них называли себя сыновьями того или иного бога. или если даже цари считались людьми, все равно подразумевалось, что это Бог дал им царскую власть. И поэтому восстание против царя, бунт против царя, попытка свергнуть эту власть приравнивалась к восстанию против Бога или богов, которые этой властью царя наделили. И поэтому Науха Доносор устраивает вот эту политическую акцию, которая должна объединить империю вокруг него, которая должна вложить в разум его подданных идею о том, что царство Вавилонское это вечное царство. И собравшиеся правители, собравшиеся чиновники, руководители разных уровней, представшие перед царем, слышат объявление, слышат указ царя. Они должны поклониться. И в этом поклонении, к этому поклонению они подготавливаются посредством двух очень интересных элементов. Во-первых, мы читаем, что здесь перечислены разные музыкальные орудия. Рок, свирель, цитра, лира, псалтырь, барабан и другие музыкальные инструменты. То есть мы видим, что это было очень торжественное мероприятие. Это было не просто поклонение идолу, которое происходило в тишине. Нет. Здесь был целый концерт. Здесь была целая музыкальная программа, целый оркестр, который сопровождал все это мероприятие. И все это нужно было для того, чтобы создать, вызвать в этих людях определенные чувства. Вот сегодня перед проповедью мы слушали с вами прекрасную музыку. Мы слышали замечательное пение. И я уверен, что никто из вас слушавших не остался равнодушным при этом. То есть это то, что мы слышали, вызвало в нас определенные чувства. и так работает музыка, потому что это великая сила. И музыка должна вызвать определенные чувства. И разная музыка вызывает разные чувства. И какая-то музыка может расслаблять и умиротворять, успокаивать нас. Другие произведения, они наоборот, как-то нас мобилизуют, готовят нас к каким-то великим свершениям. И здесь происходит то же самое. Мощное воздействие на чувства собравшихся. Но не только посредством музыки такое воздействие происходит. Есть еще и другой элемент. Собравшиеся слышат, а кто не падет ниц и не поклонится, того тотчас же бросят в пылающую печь. Кто не падет и не поклонится этому истукану, кто не признает величие и власть царя Навуходоносор, кто не присягнет в верности своему господину, того ждет немедленная смерть. Смерть в огненной печи. Поэтому еще один стимул, еще один мотив, который должен способствовать тому, что все-таки это поклонение состоится, это страх. Поклонение, которое происходит из-за страха. И мы видим, что здесь царю Навуходоносору важен сам факт поклонения. Важно вот это внешнее проявление верности и покорности, которое продемонстрирует ему собравшиеся вассало его. Не столько внутреннее их состояние, не столько внутреннее их согласие. Это не так сильно его волнует, потому что кто знает, кто там о чем думает внутри. Они могут думать о чем угодно до тех пор, пока они демонстрируют свою покорность ему. До тех пор, пока они демонстрируют свою верность ему в этом поклонении. Они могут думать о чем угодно лишь бы это никак внешне не проявлялось и вот звучит звучит музыка едва заслышав звуки рога свирели цитры лиры псалтыри других музыкальных инструментов пали на землю этим уже и поклонились золотому идол но поклонились не все не все приняли участие в этом мероприятии нашлись те кто не поступил как поступило большинство не знаем кто это был это были три юноши три пленника приведенных из иудеи она не мисаил и азария или как их назвал на уходоносор сидрах мисах и авденага и эти трое отказались поклоняться истукан интересно что наверное это было неожиданностью для царя потому что эти три человека они занимали очень высокие должности в вавилоне они были государственными служащими и они служили царю навуходоносору они служили этой империи они не были противниками государства они не были врагами этого государства они не были изменниками они честно выполняли свои обязанности они трудились на благо вавилонской империи пока могли это делать но теперь они вынуждены были пойти против указа вавилонского царя очень трудно идти против течения очень трудно не следовать за большинством потому что вы сразу обращаете на себя внимание очень трудно не поклоняться тому чему поклоняются все очень трудно не участвовать в тех вещах которых все вокруг принимают участие очень трудно не говорить те слова которые произносят все находящиеся рядом это особенно трудно когда твоя инаковость может стоить тебе жизнь мы обычно стараемся выбирать для себя максимально простой и максимально комфортный путь и если мы с чем-то не согласны и если мы отличаемся от большинства то мы обычно стараемся если не слиться с большинством то во всяком случае не сильно демонстрировать наше отличие для того чтобы не вызывать ненужного раздражения это естественно это естественно человек пытается максимально создать комфорт для себя никто из нас не любит проблем никто из нас не любит дискомфорт вот если мы оказываемся в таком неудобном каком-то положении мы пытаемся оттуда уйти на как можно подальше для того чтобы снова чувствовать себя более спокойно и более удобно это естественно но не всегда это правильно и мы видим что эти трое они не думают о собственном комфорте они не думают о собственном благополучии о собственном спокой спокойствие но они следуют велению своей совести они твердо знают чего от них ожидает бог у них нет в этом никаких сомнений и они следуют этому знаем мы можем сказать интересно почему их трое да где же даниил потому что до сих пор мы видели четверых на и не просто четверых то мы знаем этих троих как друзей даниила мы знаем что был даниил и его друзья то есть он был своего рода лидером этой небольшой группы и вдруг мы видим что даниила здесь нет он вообще не упоминается в этой истории мы не знаем почему так случилось мы не знаем где был даниил но мне кажется здесь намеренно намеренно подчеркивается тот факт что эти трое находились сами по себе здесь и даниил не принимал участие в этом мероприятии потому что здесь они демонстрируют свою собственную веру да они не просто смотрят на даниила и повторяют за ним они не просто следуют его указаниям они не просто ориентируются на его авторитет они не просто подчиняются его лидерству здесь они действуют так не потому что даниил в это верит а потому что они тоже в это верит и даже без даниила они способны отстаивать свою веру и свои принципы и свои убеждения тут же некоторые из халдеев поспешили выйти вперед и гневно стали обвинять евреев они обратились царю навуходоносору и сказали здравствовать тебе о царь вовек ты царь издал указ чтобы каждый кто услышит звуки рога свирели цитры лиры псалтыри барабана и других музыкальных инструментов полниц перед золотым идолом и поклонился ему а кто не сделает этого тот будет брошен в пылающую печь но евреи которых ты поставил управлять областью вавилонской шадрах мешах и оведнега тебя не чтут о царь твоим богам они не служат и золотому идолу которого ты воздвиг не поклоняются мы видим что всегда найдутся те кто готов донести на неподобающее поведение всегда рядом найдутся те кто увидит как вы поступаете неправильно и расскажет об этом другим и мы видим что царь не знал о том что происходит пока ему не донесли об этом а он может быть не обратил бы внимание не заметил бы всей этой ситуации но нашлись доброжелатели которые рассказали ему что происходит и конечно же царь негодует царь гневается мы можем спросить зачем вообще эти молодые люди подвергали себя такой опасности зачем они подвергали себя такому риску ведь они знали что за этим последует они прекрасно знали кто такой на ухода носа они знали что это человек который обладает абсолютно ничем не ограниченной властью они жили не в каком-нибудь современном демократическом государстве они жили в империи который управлял монарх и по одному одного слова его было достаточно для того чтобы любой человек был умершвлен для чего они вступают вот в эту конфронтацию в конце концов неужели они могли не могли сделать вид просто что они поклоняются истукан не обязательно было поклоняться они могли склониться и вместе со всеми но молиться богу при этом правда же вот они могли обращаться господу они могли просто изобразить на сделать вид что они участвуют в этом поклонении в конце концов бог же милостивые понимающий снисходительный к нашим человеческим слабости неужели бог не простил бы их вот за за такую слабость например давайте вспомним неймана нейман который приходил к пророку елисею исцеляться от проказа после того как елисеева исцеляет нейман говорит ну вот я иду обратно и я признаю что господь есть истинный бог я теперь буду поклоняться только этому богу но у меня есть обязанности определенные я государственный чиновник и как государственный чиновник я должен делать некоторые вещи ну которые я не могу не делать даже если не хочу вот поэтому иногда мне с царем придется пойти в храм языческого бога так идолу и царь там будет поклоняться ему и я буду поддерживать своего царя под руку и я тоже вместе с ним склоню колени и пусть мне господь простит это или все ему сказал не переживай все нормально господь знает твое сердце и простит тебя за то есть можно оказывается так тоже но мы видим что эти трое они не стали этого делать они не пошли на компромисс то они вызывающие остались стоять там посреди этого поля и наверное на это были были свои причины вы знаете возможно одна из причин почему эти юноши отказались сделать вид что они поклоняются потому что возможно большинство из тех кто был на этом поле в тот день они делали вид далеко не все из присутствовавших обожали и боготворили на ухода носор далеко не всех он устраивал как царь и правитель империи многие из них не хотели видеть его на престоле некоторые из них возможно желали ему смерти и были бы счастливы если бы он умер но они не могли об этом заявить они не могли как-то открыто это продемонстрировать потому что они боялись потому что они знали что любое слово любой взгляд какой-нибудь косой который могли заметить любое проявление непослушание тут же было бы наказано смерти и поэтому они делали вид что они поклоняются вот в это время может быть проклиная этого самого на ухода носа юноши не делают вид потому что в данной ситуации делать вид это то же самое что поклоняться если бы сидрах месаха в динага склонились перед этим идолом они пошли бы против совести своей потому что на ухода носору нужно было именно это внешняя демонстрация верности а что там люди думают это дело десятое в порыве негодования на ухода носор велел привести шадраха мишаха и а веднега и когда их привели к нему спросил шадрах мишаха и а веднега это правда что вы не почитаете моих богов и золотому идолу мною воздвигнутому не поклоняетесь если сейчас вы готовы услышав звуки рога свирели цитры лиры псалтыри барабаны и других музыкальных инструментов пасть ниц и поклониться идолу которого я воздвиг сделайте это а если не поклонитесь ему вы тотчас же будете брошены в пылающую печь и какой бог сможет вас спасти раз вы в моих руках царь дает этим троим второй шанс он не приказывает тут же бросить их печь потому что он хорошо знает этих людей он сам поставил их управлять областью вавилонск и конечно же ему не хочется их казнить это хорошие люди это хорошие управленцы с которыми он не желает расставаться и он хорошо знает их способности он хорошо знает их умения и он хорошо знает их верность он знает что до сих пор эти люди демонстрировали свою верность раз за разом в тех делах которые они вели они не были замечены в каких-то преступлениях они не были замечены в какой-то коррупции или в каких-то заговорах против своего царя и теперь он дает им возможность исправить ситуацию возможность спасти свою жизнь но при этом Навуходоносор задает один очень важный вопрос и этот вопрос является центральным и ключевым вопросом данной главы какой бог сможет вас спасти раз вы в моих руках тем самым Навуходоносор как бы заявляет что он выше любого бога что нет такого бога который мог бы оказаться сильнее вавилонского царя и избавить тех кто оказался в его руках и на это юноша отвечает ему царь Навуходоносор не стоит нам говорить тебе что-либо в свою защиту если нашему богу которому мы служим будет угодно спасти нас из пылающей печи и из твоих рук о царь он спасет нас если же нет да будет тебе известно царь что служить твоим богам мы все равно не станем и золотому идолу которого ты поставил не поклонимся вот ответ на вопрос Навуходоносора этот вопрос он никогда не задал бы и этот ответ он никогда не услышал бы если бы юноши побоялись побоялись поступить так как они должны были поступить если бы они спрятались среди этой толпы стыдливо уткнувшись в землю но они отвечают Навуходоносору бог которому мы служим он может избавить нас от руки твоей бог которому мы служим он сильнее тебя царь вавилонский бог которому мы служим мы служим ему в первую очередь во вторую очередь мы служим тебе а в первую очередь мы служим нашему богу мы не знаем будет ли ему угодно спасти нас но если ему будет угодно то он нас спасет а если не будет угодно А если не будет угодно, мы все равно не станем поклоняться этому идолу золотому. Если не будет ему угодно нас спасти, мы все равно будем исполнять его волю. И если нам суждено умереть сегодня, мы все равно будем служить Господу и прежде всего слушать Его, немогущественного бавилонского царя. И в этом заключается разница между язычеством и истинной верой. Потому что истинная вера, в отличие от язычества, это вера не ради выгоды, не ради комфорта своего, не ради благословения, безопасности и благополучия. Это вера ради возможности иметь живые и близкие отношения с Богом, в Которого мы верим. Это полное и абсолютное доверие Ему. Это не просто уверенность в том, что Он может спасти нас в любой ситуации, что Он может решить все наши проблемы, что Он может избавить нас от любой опасности. Да, все это Он может. Но доверие истинное, оно простирается за пределы такой уверенности. Доверие наше Богу подразумевает, что даже если Он не сделает этого, даже если Он нас не спасет, даже если Он нас не защитит, даже если Он не избавит нас сегодня от того плохого, от того неприятного, от того страшного, что Он нас может ожидать. Даже в этом случае мы доверяем и верим в то, что Бог продолжает нас любить. Мы верим в то, что Бог исполняет на нас свою волю, потому что Он лучше знает, что в этот момент нужно нам. Навуходоносор пришел в ярость. Лицо его исказилось от гнева на Шадраха, Мишаха и Авиднега. Он велел растопить печь в семь раз сильнее обычного и приказал самым крепким воинам из своего войска связать юношей и бросить в пылающую печь. Тогда стражники связали этих юношей. И в чем они были? В платье, верхней одежде и всем остальном бросили в пылающую печь. По строжайшему требованию царя печь раскалили так сильно, что воины, бросавшие в нее Шадраха, Мишаха и Авиднега, погибли, охваченные языками пламени. А трое юношей, Шадрах, Мишах и Авиднега, связанными упали в огонь, бушевавший в печи. Если раньше Навуходоносор негодовал, когда он услышал, что кто-то в его царстве осмелился выступить против него, то теперь он в ярости. Он в ярости такой, что он не может себя контролировать. Он в такой ярости, что он начинает совершать какие-то импульсивные поступки. Он действует уже не рационально, а эмоционально. Кто-то посмел сомневаться в его могуществе. Его раздражает то, что кто-то ослушался его и не поклоняется истукану, который он поставил. Но когда юноша заявляет, что есть Бог, который сильнее его, Навуходоносор, он в ярости. И он даже готов пожертвовать жизнями своих воинов, исполняющих его приказ, лишь бы наказать этих непокорных как можно жестче, как можно сильнее. Он приказывает растопить печь до невероятной температуры и бросить туда этих троих. Потрясенный случившимся царь Навуходоносор спешно поднялся. Не обратившись к своим подданным, спросил, «Разве не троих мы бросили связанными в печь?» «Именно так, вот царь», — отвечали ему советники, «но я вижу четверых, вот они ходят свободно среди огня, целы они и невредимы, а четвертый из них выглядит как божество». Сказав это, Навуходоносор приблизился к устью пылающей печи и стал звать Шадрах, Мишах и Эвиднега, «Слуги Бога Всевышнего, выходите скорее, идите сюда!» И вышли они из огня. Сразу же собрались вокруг них сатрапы, наместники, градоначальники и царские советники и увидели, что огонь оказался невластен над этими юношами. Волосы на их головах не опалены, и одежды целы, и даже гарью от них не пахнет. Воскликнул тогда Навуходоносор, «Благословен Бог Шадраха, Мишаха и Эвиднега! Он послал своего ангела и спас рабов своих, которые на него, уповая, приступили слово царя. Они не пощадили себя, лишь бы не поклоняться идолу и не служить никакому Богу, кроме своего Бога». Вот мой указ всем народам, племенам и языкам. «Всякий, кто похулит Бога Шадраха, Мишаха и Эвиднега, будет четвертован, а дом его превращен в развалины, ибо нет другого Бога, который мог бы так спасать». Господь вмешивается. Господь избавляет этих троих от руки царя. Бог избавляет их от смерти. И царь вместо троих брошенных в печь видит уже четырех. Он видит еще одного, который подобен видам Сыну Божьим или Божеству. И теперь потрясенный царь то, за что он хотел этих юношей уничтожить, считает подвигом. Еще несколько минут назад это было самое страшное, самое тягчайшее преступление. Это была государственная измена, которая наказывалась смертной казнью. И вот спустя такое короткое время это уже воспринимается и восхваляется царем как великий подвиг. То, что эти юноши приступили слово царя, лишь бы остаться верными своему Богу. И он восхваляет этого Бога, этого удивительного Бога, который может так спасать. И он повелевает всем, почитать и уважать, и не произносить хулы на этого Бога. Но мы видим с вами, что Навуходоносор так и не понял, какой это Бог. Он увидел лишь одно проявление истинного Бога. Он увидел его силу, он увидел его могущество. Но когда он отдает повеление всем своим подданным, то это повеление похоже на то, которое он уже отдает и отдавал в начале этой главы. Он снова пытается заставить их что-то делать под страхом смерти. Он снова угрожает, он снова запугивает. Он не знает других способов управлять. Он не знает других способов руководить этими людьми. Он понимает, что должен их держать в постоянном страхе, чтобы они не взбунтовались против него. Это показывает нам, что Навуходоносор так и не понимает, какому Богу служат Сиддрах, Месах и Абденага. Он не понимает, что не бывает подвигов, совершенных из-под палки, совершенных под угрозой огненной печи или четвертования или какой-нибудь другой страшной и ужасной казни и страшного наказания, которое могли измыслить люди. В те времена подвиги совершаются по любви, а не из страха. И Навуходоносору еще предстояло познать не только величие и могущество Господня, но познать и Его милосердие. Только после этого он будет лучше понимать, кто этот Бог, которому служат Даниил и его друзья. Готовясь к проповеди, я думал о том, чем можно было бы проиллюстрировать этот библейский отрывок, эти библейские тексты. Но мне кажется, что эта глава, она не нуждается в особых иллюстрациях и пояснениях. Вся наша жизнь – это иллюстрация этой истории. Не каждый из нас может найти для себя уроки и применение того, о чем нам говорит Священное Писание. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы хранили Ему верность в любых обстоятельствах, чтобы мы были готовы принять от Господа все, что Он нам даст и все, что Он нам предложит. И если Он избавит нас в трудностях и переживаниях, благодарить Его за это. Если Он допустит, чтобы какие-то проблемы коснулись нас в нашей жизни, чтобы мы тоже славили Его за это и продолжали хранить верность Ему. И пусть наша верность Господу станет свидетельством для тех людей, которые смотрят на нас. Свидетельством о том, каков наш Бог. Субтитры создавал DimaTorzok